Муромский историко-художественный музей открывает новую выставку, посвященную современному искусству. Это одновременно и художественный проект, и творческий эксперимент, а также диалог и дискуссия о современном искусстве. Подробнее об этом в сюжете нашего корреспондента. Кимбритов, Олег Тыркин, Игорь Сухов, Элий Билютин, Михаил Левин и другие. У многих из них давняя история любви с древним Муромом, поэтому и на отдельных картинах можно увидеть знакомые городские черты в авангардной обработке. Искусство дает им лишь толчок к этому, к пониманию, что прекрасно, но всегда вечно. Понимаете, таинственно всегда вечно. Неоткрытое нами, что заложил у нас творец, как храм у нас существующего. И мы, когда начинаем открывать этот храм, изображать его, тогда мы соединяемся с ним, с этой вечностью. Мы сотворцы нашему дворцу, мы с ним сотворим, художники. Пытаемся открыть то, что сотворил он и донести это до зрителя. Символизм, архаика, условность. Все произведения основаны на внутренней свободе эмоциональном раскрепощении. Каждый автор транслирует особое видение мира через краску и холст. Умеет показать драгоценность обычных вещей совершенно необычным образом. Если какой-то замысел у тебя появляется, то вот этот замысел он диктует, в какой технике тебе выполнить его. То ли в скульптуре, то ли дерево, то ли металл, то ли вообще просто живопись сделать, то ли рисунок просто сделать. Тут как бы все по-разному. Вдохновение-то оно как-то работает само по себе. Художник только его выхватывает и несет в пространство. Современное искусство хорошо тем, что зритель сам может вложить свой смысл в художественное полотно и даже вступить в диалог с творцом. Вот и представленные в зале творения второй половины 20 века призывают посетителя именно к этому. Почему искусство современное? То есть оно отвечает на какие-то запросы, оно спорить может со своим временем, с какими-то проблемами выступать. Тогда оно современное. А если художник повторяет одно и то же, пишет один и тот же пейзаж, это совсем другое. И нет никаких поисков. Это совсем другое. То есть художник должен показать свой мир, свой индивидуальный мир. В выставочном зале на Московской 13 взору посетителя предстанет более 50 живописных, графических и скульптурных работ, признанных мастеров с уникальным стилем, объединенных в одну эру, эру свободы. Современное искусство из музейного фонда ждет своего зрителя до 23 августа. Юлия Казакова, Илья Аблетов. Наши новости.